Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителя моего канала. Прекрасное новое утро, солнце, не сильный ветер, птицы поют, кукушка куковала. О, опять начала, я не знаю, вряд ли будет слышно, мне слышно. Не очень хочется тратить время на дорогу, хотел ехать на другой пруд, но встал поздновато, выехал только где-то в половине восьмого, даже позже. Поэтому поехал на свой ближайший пруд, на котором неплохие окуни живут. В рифму получилось пруд, в котором окуни живут. Попробуем здесь, неуловимые караси копают, я видел. Кто-то плескался, но не крупный. Ловить будем сегодня вот на такой изящный комплект. Кто не в курсе, это Дайва Айприме. Четырехчастник форелевый. Очень необычная в целом вещь, потому что у него какой-то абсолютно средний строй. То есть он не кончиком играет, а серединой. Если бы это сделали китайцы, все сказали бы фу, но это сделали японцы. И поэтому Чеша Шелепа говорит, ну может быть. Катушка Кингдом, как она там, Микрофлай называется. Кноп заменен в стиль. Все видите, прям цветом оранжевого. И даже оранжевый флюрокарбон. Аж 0,117. Почти 0,12. Все сказали, какая толстая проволока. А я до этого ловил. Нормально. Вот сейчас посмотрим по сравнению с привычным уже ставшим карабусом. Насколько этот комплект рабочий. Стоило оно того или нет. Понятно, что дальности на 0,12 будет поменьше. Но мне и этого хватало вполне. Поэтому я там и не заморачивался. Большинство поклевок все равно не на выбросе. А так посмотрим. Леска была перемотана с другого комплекта. Про полгода на шпуле провалявшись. Соответственно, какое-то время будет распрямляться. Потом, я думаю, дальность все-таки увеличится. Довольно интересно, говорю, играет удилище. Потому что раскачивается вершинка за счет серединки. Почему, я говорю, что здесь 4 части. Тут прям можно поделить, какая часть рабочая. Не знаю, что-то там было. Но, скорее всего, зацеп. Так, поэтому сейчас пока какое-то время устаканится леска. Ну, на мой взгляд, если сильно не махать, летит примерно, ну, не настолько же, чуть покороче. С учетом, говорю, другого строя, другой лески. Явно более толстый там 0,1 у меня стоит. Нормальная вполне дальнобойность при тех же весах. Поэтому, посмотрим. Оранжевый флюорокарбон чаще всего рыбу не напрягает вообще никак. Поэтому, посмотрим, как оно себя поведет. Честно говоря, было бы просто лень ехать куда-то еще. Ну, а чуть более толстая леска на корягах. Вот, на корягах и сказал, и поймал корягу. Все, наспередь. Пузыри пошли. Интересно, можно выдернуть? О-о-о-о. Можно, оторвал. Первая рыба называется коряга. Ну, ладно. Я, в принципе, знал, на что иду. Но не знал, что здесь есть коряга. Перевязываемся. Ну, ладно, давайте попробуем здесь. Напугаем карасей. Больше всего я опасаюсь каких-нибудь клещей насобирать. Но, на самом деле, в прошлый раз здесь никого не было и не мешалось. Интересно, наличие карасей на поверхности свидетельствует о том, что здесь окунь сейчас нет. Потому что им что-то совершенно пофигу. Или они слишком крупные для окуня. И он их не ест. Да, карасей довольно много плавают. Ну, они с ладошку. Детскую. О-о-о. Видите, да? Искомый окунь. Эть. Вот такой грамм 150-200. Но, тем не менее, рыбы есть. Пока. Ну, что ж, продолжаем. Очень злые коряги. Уже сколько? Две мормышки при пойманном одном окуне. Причем, зацепы все просто мертвые. То есть, лежат какие-то здоровые хреновины. Сдвинуть не удается, в принципе. Может, по этому окунь тут и держится. Карась по поверхности ходит и копает, но... Ой. Не туда кинул. Но... Никак не реагирует на мормышку. Окунь реагирует, но вот... Коллеги реагируют гораздо лучше окуня. Непонятно. Какой-то задев был. Может быть, даже рыба. Ветер меняется за разу опять. Я когда в прошлый раз здесь был, ветер менялся раз 4, наверное, или 5. За два часа. То есть, это давление скачет. Но сегодня большого ветра не обещали. О! Кто это? Тихо. Не похоже на окунь. Или похож? Похож. Очень резвый. Покрупнее сегодня не будет, что ли? То коряга, то окунь. Хорошие утки прилетели. О! Даже с утятами утка. Вот кто там лазит-то. Смотрите, какая прикольная картина. Вот опять карась, пожалуйста, вот он копает даже. Почему он не клюет, непонятно. Да блин, опять листик какой-то. Витя-то прилетел. Видно, там здоровенный голубь сидит на ветке. Размером с такой, с мелкую курицу. Пруд, видите, абсолютно живой. Куча живности. Примерно метра на полтора-два. Короче, за заброс получается. Чем на карабу с деликейт. Ну, тут, говорят, леска толще. Чем на карабу? очередная бляха-муха сколько можно одни коряги непонятно как бы клевала на самом деле все что угодно от коряги до просто глюков ну и трава еще выросла вот это была поклевка теперь теперь точно была поклевка но я так думаю что что-то не крупно кто-то хоть почувствовал все-таки вымучил не прям ах какой но побольше немножко они мне прям уже это всю душу вынули ух какого чайка смотрите красота карасей видит альбатрос целая не чайка но мягко птицы и ночью гонять она для нездоровый крокодил опасный правильно ворону гоняют постоянно здесь что я даже не подсёк толком что сайте тихо 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 опа не успел сойти может она стоит конечно того все примерно одного размера в районе 200 граммов такой красивый комплект не одним карабусом человек поэтому ищите обряжьте кстати спиннинг тоже с авито всем пока